Дмитрий Анатольевич Оленчев Дмитрий Анатольевич Оленчев Дмитрий Анатольевич Многие болельщики отмечают, что несмотря на то, что в предыдущем матче с Краснодаром молодые футболисты пропустили два мяча, тем не менее они оставили очень хорошее впечатление. А каково ваше мнение? Да, я по-моему согласен. Те игроки, которые вышли в игре с Краснодаром на 25 минут, оставили очень хорошее впечатление, как вы сказали. И Зуев, и Милкадзе, и Кутепов, который уже играл в прошлом году в основном составе. Конечно же будем доверять. И сейчас неясно еще, кто выйдет в стартовом составе против ЦСКА, потому что на третьем сборе у нас ждет три контроля игры. И те, кто будет лучше готов, те, кто себя лучше проявит, а возможно будет и у молодых футболистов, на тех мы будем рассчитывать в первой игре с ЦСКА. Кстати, Леонид Викторович Слуцкий наблюдал за этим матчем. Так что не все карты для него сегодня открыты? Да, я с ним перед игрой пообщался. Не удивился его присутствия, поскольку ЦСКА вчера прилетел и тренируется рядом с нами. Но это и хорошо как раз для наших футболистов, когда у тебя игра на глазах тренер национальной сборной. И считаю, что, на мой взгляд, Леонид Викторович какие-то для себя сегодня моменты почерпнул, а я имею в виду полезные, потому что у нас есть игроки сборной. И надеюсь, что будут вызываться игроки из «Партака» национальной сборной. Хотелось бы, чтобы как можно больше игроков поехало на чемпионат Европы. Ну что ж, хорошо, что только минуло то время, когда молодых игроков, способных призывали под знамена ЦСКА. И наши молодые игроки останутся в вашем распоряжении. Кстати, поедут ли они на следующий сбор? Да, все те игроки, которые присутствуют на этом сборе, все будут задействованы на заключительном нашем сборе на Кипре. Это лишний раз подтверждает правильность вашего выбора? Ну, не скромно сказать, да. Потому что, действительно, я взял всех тех футболистов, которые хотел видеть, и не случайно они доказали то, что я в их выборе не ошибся. Говорят, что будет усиление нашей команды. Это на самом деле так? Ну, если будет усиление, уже неоднократно об этом говорил, то всего лишь одна позиция. И не исключаю, что будем, в принципе, доигрывать весеннюю часть чемпионата и этим составом. Какое впечатление произвел на ваш новичок, которого так долго ждали, так долго длились переговоры, Лоранца Мильгареха? Ну, у меня произвел впечатление очень-очень позитивного человека. По человеческим качествам видно, что этот человек очень быстро вольется в наш коллектив. Про футбольные качества они мне давно известны были. Я был инициатором, я неоднократно об этом говорил. Его приглашали в нашу команду. Да, не скрою, сейчас он готов, наверное, максимум процентов на 50, поскольку в последний период он занимался вот этими переходами, различными там... Переговорами. Переговорами и так далее, да. И все мы знаем, что у него жена рожала, поэтому ему было не до футбола. Сейчас он только-только набирает кондиции. Надеюсь, что на Кипре он уже будет... Подведем мы его к оптимальному состоянию, потому что, естественно, игрок хороший. Я считаю, что он составит конкуренцию нашим игрокам в группе Атаки. Дмитрий Анатольевич, три матча проведет наша команда на сборах на Кипре. Все ли матчи будут открытыми? Болельщики очень волнуются. Смогут ли они посмотреть все игры? Потому что интерес к этим играм очень большой. Достаточно сказать, что предыдущую игру посмотрел около 200 тысяч человек. Конечно. Все три игры будут показаны. И я сторонник того, чтобы наши игры смотрели болельщики, потому что, действительно, команда отсутствует, команда нет в Москве. Соответственно, болельщики все должны знать, как команда вообще работает, что она наработала за время этих сборов. И все три игры мы покажем. И я не сторонник того, чтобы лишать аспартамского болельщика зрелища. Удачи вам! Спасибо большое. Ну, с хорошим устроением возвращаемся домой. Спасибо.